Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня я веду свой такой репортаж с города Наукограда Пущино. И я нахожусь в гостях у очень одного интересного человека. Я вам сейчас его представлю, но скажу лишь два слова до этого, что нас, как бы так, можно сказать, судьба связала, встретила, познакомила. Именно на почве вы все смотрели фильм о уникальной вот этой бурой водоросли, о фукусе. И уже многие из вас приобрели, попробовали этот продукт уникальный. И я решил, что просто необходимо познакомиться, пообщаться с тем, кто создал этот продукт. Вы лучше сами представьтесь тогда нашим зрителям и немножко расскажите о себе. Если можно, в двух словах, ну... Фамилия Мая Сова, да, а Сова по-французски, как поживаете? Про зерна им Сова, как поживаете? Да, 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 да. И так пять минут. Другой паспорт. Ну, это было у нас в таком одном фильме тоже помню. У нас есть электрорная тема, зовут его Аваз, а он тупой. Да, 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 да. Ну, можно так немножко о себе, просто в какой области, вида деятельности вы вообще чем занимались в своей жизни? Ну, чем занимался. Чем только не занимались. Значит, на самом деле, когда настали такие сложные времена в стране, настали они где-то в 80-х годах. Начинались сложные времена, и заниматься фундаментальной наукой стало трудно. Сейчас еще хуже. Поэтому пришлось переквалифицироваться, как говорил Стаббендер, в управдомы. Ну, пришлось перейти в прикладные дела, прикладные работы, технологические всякие процессы. Но, тем не менее, там это были и ферменты из отходов гидробионтов, это были всевозможные идеи лекарственных средств, которые можно делать было на основе кетиновых продуктов и тазанных. Но это все в прошлом. А однажды случайно ко мне пришли молодые люди, которые сказали, что не мог бы я сделать некоторый продукт из водорослей. Дело в том, что в это время на рынке появилось очень много желеобразных продуктов из водорослей, которые делались с помощью химии фактически. Если, например, кальций и магний, который связан с альгиновой кислотой, удалить, снять с помощью кислоты, то тогда получится альгиновая кислота, которая нерастворима в воде. Но если добавить туда щелочь, то альгинат натрия, который сегодня широко применяется в медицине, в пищевой промышленности, он связывает одна молекула, 1 грамм альгината натрия, связывает 300 объемов воды. 300 миллилитров связывает, образует коллоидную систему, ну, желе. Поэтому этот приемчик использовали, ну, понятно, совершенно очевидно, что все, даже небольшие количество белка или жиров, они будут гидролизованы. Не задеты будут только полисахариды. Но такие вещи, как фукоидан уже будет задет, тем более эти процессы идут при температуре их около 100 градусов. И это, конечно, не лечебное питание. Безусловно, но об этом мы как раз с вами говорили. Не лечебное питание. Ну, а тем не менее, в общем-то, я сказал, что сделать это не могу. А случайно, как всегда, все бывает в природе случайно, даже твое рождение случайно, вот, белослучайно. Поэтому удалось найти метод, способ, в котором нет химии, а есть только физика, физические явления. Это воздействие в воде на ткани, ну, на клетки, водоросли, нужно дезинтегрировать все до молекул. Фактически сейчас я не знал, пока я это делал, я не знал такого слова, молекулярная пища. Оно появилось на Западе. Есть рестораны молекулярной пищи. В общем, удалось с помощью устройства определенного в воде при подаче большой энергии дезинтегрировать клетки до молекул. И таким образом мы получили молекулярную пищу. Этот фукус, как таковой, не является пищевым продуктом, потому что водорослей на планете очень много. Это бурые, красные, зеленые, синие, зеленые и так далее. Но из бурых водорослей все человечество хорошо знает ламинарию и японику. Это салат с морковью и капустой. Ее называют морковью и капустой. И это основная бурая водоросль, которую сегодня используют в пищу. Но сколько усваивается из того, что... Ну, не так много, 4-5 процентов. Дальше, значит, есть еще много водорослей, которые съедобны, но они, как правило, из многообразия сотен видов водорослей съедобны 2-3. Вот на Белом море есть два вида ламинария, сахарин и дигитата, но из них салат не сделаешь. А из фукуса, тем более, как салат не сделаешь. Понятно. Поэтому много целлюлозы и это дрова, как я называю. А чем именно фукус так привлек внимание? Ну, фукус это уже было... Сначала пришлось сделать из ламинарии продукт без химии, потом пришла мысль опять случайно. Я посетил Карелию, Петрозавод, Белое море. Фукусы я спросил. Я вообще-то химик по образованию, поэтому я биологию мало знал. Тем более, это касается ботаники фактически. Фукусы оказались интересны тем, что за последние 30 лет Япония, основоположник всех этого идеи и направления, в Японии заметили, что на одном из островов заболеваний, онкозаболеваний гораздо меньше. Они сразу смотрят пищевые цепи, что человек ест. Да, японцы употребляют 100 килограмм водорослей на душу населения в год, считая грудных детей. Это водоросли еды. В основном это ламинариевые и фукусовые. Но фукус съедобный у них есть. Это саргасы. Саргасовая водоросля, это уже фукусовая. И вот один из видов саргаса обитает на каком-то там острове Японии. Только сразу подчеркнем для наших зрителей, что все-таки буквально действительно 2-3-4 до 5% усваивается от съеденного. Ну если это просто живые водоросли. Конечно. Как это исторически? Как правило, их варят. Морковую капусту готовят при температуре варки. И сырыми практически не едят. Или это в супе. Единственное, когда действительно живые водоросли мало усваиваются, это суши. Когда оборачивают сухой листок ламинария, заворачивают рис. Или что-то там еще надо. Да, да, да. Суши-барая сегодня в нашей стране, это больше в Японии. Мода такая. Поэтому, значит, оказалось, что виноваты это твит водорослей. Тогда стали сказать почему. Оказалось, что во всех бурых водорослях, в ламинариях, фукусовых, есть полимер под названием фукоида. От слова фукус. Потому что в 1913 году выделен был полимер фукоидан, состоящий из фукозы. Поэтому корень названия фукус, фукоидан фукус, фукоза фукус. Поэтому впервые этот уникальный полимер, он содержит сульфатную группу, заряженный и так далее, хорошо растворяется. И японцы стали активно исследовать, выделять фукоидан из различных водорослей. Это полисахариды. Это полисахариды. Сахарид, состоящий в основном из фукозы, но там есть и другие сахара. Химия углеводов – это громадная химия, не только глюкоза, не только сахара. Я объяснял своим зрителям. Галактоза, рапноза, псиноза. Фукоза, оказалось, занимает особое место в биохимии нашего организма. Это мы тоже не знали. Когда стали делать продукты, стали рыться в литературе и посмотреть, а все-таки, в чем дело-то. Значит, оказалось, что сейчас около тысячи работ, которые ин витро, на клеточных культурах, на привитых оболях в Америке, Австралии, Японии, Франции, доказывают, что фукоидан обладает онкопротекторными свойствами. Это доказано. Но на людях эксперименты начались в Японии лет 10 назад. И у меня есть статьи научные, когда неоперабельных больных до определенными дозами фукоидана, выделенного очищенного, я не согласен с японцем, и выделять его не надо. Он должен остаться в той системе, в симбиотической системе всех молекул. Как природа создана. И не надо его вытаскивать, выделять, рафинировать, очищать. Если вы экстрагируете фукоидан, это я могу делать здесь в лаборатории и в полупромышленных масштабах, это будет темно-коричневая масса такая, потому что пигменты и все остальные сопутствующие. Так они берут, осветляют его, рафинируют. Ну, это, естественно, окисляют продукты и отбеливают, как бумагу белую. Вот это, я считаю, этого делать не надо. Но другого способа, как у нас, нет возможности освободить молекулы, стать биодоступными, чтобы мы могли их съесть и усваивать их на 100%. Этого не было. И поэтому они выделяют фукоиданы. Фукоидан – это не одно вещество. Это группа молекул под названием фукоиданы, содержащие фукозу. Так вот, именно фукоидан максимально ответственен, видимо, за целебные свойства фукусовых водорослей. Потому что там, конечно, еще всего много. Там ламиноран, полисахарид из глюкозы состоящий. Там альгиновая кислота составляет основную массу. Но есть одна маленькая деталь. Если в ламинариевых 2-3% фукоидана, то в фукусовых до 20%. Вот тот вид, с которым мы имеем дело, в нем от 14% до 16%. Это не постоянная величина, потому что есть сезонность, есть возраст растения и так далее. Время сбора. Конечно, место сбора дальше. Много чего. Водоросли мы собираем на Белом море и стараемся собирать, так как это растение, то его максимально накопленные вещества – это август, с начала сентября. Логично. Вот мы в это время его и собираем. В нем максимально накапливаются витамины. Да, кстати, на удивление следующее. В фукусовых и в ламинариевых витамина С больше, чем в любом растении на Земле. Этого никто не знает. Интересно. Там также витамины группы В все есть, витамин ПП. Ну, наверное, В12 только нет, да, наверное? По-моему, 12-го нет, но вот это растворимые все есть. Конечно, конечно. Да, все есть, да. Значит, а жирорастворимых там нет. Ни А, ни Д, ни Е. Значит, поэтому уникальный по этому. Да. А с другой стороны, микроэлементы. Вот. Это особая статья. Особая. Лаборатория наш продукт, который мы делаем в виде железа, он рекордсмен по содержанию натрия, калия, кальция и магния в органической форме. В органической форме. В органической форме. Дорогие друзья, в этом-то и суть, почему я так сам заинтересовался этим продуктом. Вы знаете из моих лекций, что беда наша современная, человечество вообще беда, это уничтоженный вот этим экстенсивным сельским хозяйством, вот этим за последние 100-150 лет почва. То есть, фактически, да, она дает, она как бы может быть даже плодородна. То есть, плоды урождаются. Но дело в том, что содержание в них именно ценнейших микроэлементов, а нам нужны не только макроэлементы, там, натрия, калия, нам нужны и литий, и кремния, и другие. А вот их-то как раз в почве уже практически нет. И растения только в таблицах теоретически имеют эти минералы. Да, но есть еще один элемент. Крайне важный. Так? Это йод. Йод, конечно. Конечно. Йододефицит везде на всей планете, кроме людей, живущих в море. Совершенно правильно. И поэтому большое количество болезней щитовидной же, а значит, гормональной вообще, и дальше цепочкой летит, так сказать. Да, но до недавнего времени были представления о том, что йод – это только щитовидка. Это сильно геройный гормон. Нет, конечно, конечно. А йод есть в каждой клетке. Безусловно. И диабет второго типа, там йод замешан, он везде замешан. Конечно, конечно. И существует явная ошибка. У меня есть обзор, который я ответственным чиновникам от медицины показывал, задавал вопросы, кто установил норму йода. Оказывается, есть 914 год, американский товарищ опубликовал работу и сказал, что норма 250 мг в сутки. А когда посчитали, эти люди говорят, этот обзор написали, японцы всегда дают 15 мг йода в сутки. И что-то нет передоза. Да. И никто не умер. Добро дольше живут. Очень часто учёные путают синтетические вещества, минералы с витамины, с натуральными. Так вот, когда мы говорим правильно, что от натуральных ты съешь хоть 3 кг огурцов, тебе не будет так плохо, когда ты съешь 3 кг какого-нибудь синтетического, так сказать, с маргарином, чего-нибудь, даже какой килограмм, в 10 раз меньше, пончиков, так сказать, на масле кокосовом, который... Ну ладно, в общем, есть надо... Поэтому, конечно, в водоросли незаменимый пищевой продукт, с точки зрения макро- и микроэлементов. В той связи, что сейчас уже действительно на таком подручающем положении сельское хозяйство и почва. Почва обеднена. Обеднена. Интенсивное хозяйство и никуда не денешься. Людей стало 8 миллиардов. Ну, дело даже в том, что можно было... Ну, мы говорили с вами, прокормить им больше, но просто люди нерационально используют землю. Когда скотина, например, грубо говоря, пасется на поле один год, другой 10-20 лет, а это не заливные луга, которые, ну, собственно, поступают в питательные вещества током воды, да, там весной разливаются и, так сказать, на них растет, и заново на следующий год опять. А никуда. И то есть выедается. Выедается, почвы беднеют, и когда-то бывшие, допустим, широколистные леса, накопившиеся плодородный слой в метров полтора, ну, а потом как чернозем из стали, они просто переедаются, изъедаются, изъедаются. Да, конечно, они были очень плодородные. Когда-то, помните, 3-4 метра, сейчас уже метр, так сказать, стали, черноземы наши, уже мельчают. И, безусловно, люди, потребляя эти питательные... Скотина, люди, подпитательные вещества в почву-то ничего не вносится новое уже. И она все беднеет и беднеет. Но беднеет за счет, в первую очередь, того, что, к сожалению, мы не все понимаем, далеко не все. Это за счет не просто того, что мы, мы как понимаем, вот мы вырастили там несколько тонн с гектара, если мы меньше вырастили, это плохо, а больше – хорошо. Но ведь еще важно, из чего состоит этот продукт. То есть, для человеческого организма нужны не только макроэлементы, там, 5-6 основных, нужны десятки микроэлементов в определенных... Правильно, и тот же йод. А где он есть, спрашивается? Вот соль, йодированная. Абсурд. Это же какая-то там, йод летучий, там вообще никакого ни йода уже нет. Или йористикали, как йода-марин. Это ничего подобного. Абсолютно. Так, кстати, для справки. Йод, поставщик йода для человека – это только морепродукты. Водоросли и морепродукты. Так вот, в 100 граммах нашего продукта столько же йода, сколько в 11 килограммах трески. Ну, понятно. А вообще, я что говорю всегда своим слушателям, такую вещь, что, ну, это и прописная истина, что есть первичное органическое вещество в биосфере. Кто создает первичное органическое вещество в биосфере, за счет которого вся экосистема живет? Это продуценты, то есть растения. Благодаря хлоропластам и возможности, используя энергию, во-первых, солнца, во-вторых, углерода, да, как основной строительный материал из воздуха, и минералы из воды и вода. Вот создается вот это сложное органическое вещество. И дальше по цепочке идет уменьшение только передачи этого концентрированной первичной энергии по системе пищевой цепи. То есть, чем дальше от пищевой цепочки, тем мы получаем меньше энергии и меньше первичного вещества полноценного. Перерабатывать можно, усвоение идет хуже на каждом этапе. Поэтому возникают специальные приспособления у животных, специальные там и так далее, и так далее. Но есть в первичном органическом веществе те группы, которые легко перевариваются у одних групп животных, есть у других. Мы, люди, все-таки плодоядные существа. То есть, плоды – это вообще концентрат энергии солнца, минералов земли, и самый удобоваримый в форме в коллоидной форме. Я же приду пример. Да, давайте. Купите яблоко на развалах, на рынке фруктовых сегодня, изобилие у нас, да, разрежьте. Оно не станет коричневым. Вот, а должно, потому что там железо должно. А там железо должно. Конечно. Вот про то и речь. Это железо, а не то, что уж мы говорим. А вот в Туршке, Губерлин, на границе, где мы находимся. Любое яблоко через 10 минут коричневое. Пока все в порядке. А те, которые привезли, конечно. В большом количестве, выгодно, дешевле, не гниют. Естественно. А эти гниют. Да. Все яблоки гниют. Он в нашем пущено, тут диких яблочек, сейчас он валяется по земле, все гнилые. Потому что они съедобны. И червь не будет есть. Но это как одна финская фирма Био, или наши яблоки самые червивые. То есть, типа, вот реклама. Понятно? Для разумных людей реклама. Конечно. Да, все правильно. Поэтому, если вы посмотрите на земной шар в виде глобуса, карта плоская не придает этот объем, и посмотрите, еще провернете его, то поверхность океана, пяти океанов. Да. Громатно. Громатно. Более того, мы еще глубину не учитываем. А глубина средняя, 5 километров. Объем воды и за миллиарды лет, из микроэлемента, минерала накопились. Там золото, уран, платина, все, что хотите. Я более того скажу. А как тебе берешь, что нужно? Во-первых, процесс выветривания, разрушения горных пород. Потом уже, да, они могут в виде лесовых террас накопиться, но потом вода смывает, идет реки, реки, реки вносятся в моря. В морях идет круговорот минералов. И это единственное, что пока на нашей планете, я имею в виду моря, океаны, мировой океан в целом, поставщик и концентратор всех веществ, какие существуют. В том числе и золото, и коллоидное, так сказать, и серебро, и прочее. А почвы, понятно, обедненные реки, водоемы, к сожалению, тоже. И получается, что в современной действительности либо нам придется макнуть на все рукой, но это не конструктивная позиция, либо, если мы хотим быть здоровыми, ну, по крайней мере, увеличить процент, да, так сказать, этой возможности прожить здоровее и дольше, мы должны понять, что то, что мы видим, из этого мы состоим. А поскольку мы состоим в том числе, ну, во-первых, кстати, аминокислот, сколько окончаний на все, сколько минералы, минералы необходимые. Незаменимой пищей являются именно минеральные соединения. Или мы их получим с пищей, либо не получим. Но если мы их не получаем, например, серы мало, кожа становится более сухой, там, дряблой, прочее. Сильный конец тоже. Конечно. Если кремль... Силена нет. Совершенно верно. Мощный антиоксидант, один из самых сильных силен. Потом кремний нет, кальций не будет держаться в кости, так сказать. То есть, опять-таки. То есть, минералы влияют друг на друга и влияют на что? На ферменты. То есть, на все белковые основания, на все белковые... Элементы находятся во всех активных центрах фермента. Конечно. И любая биохимическая реакция идёт только в присутствии... Только в определённых католиках, совершенно верно. В другом варианте нет. Есть ещё витамины, кофакторы. Есть, конечно, и ферменты. Но надо очень важный момент сказать, что минералы могут усвоиться и организмам человека, и участвовать в биохимических реакциях, и организмам животных, если они только водорастворимы, ионны в коллоидной форме, в живой органические минералы. Если они прошли через биологическую систему. Совершенно правильно. А соли не могут быть источниками. Поэтому все карбонаты, дорогие друзья, вот эти все сульфаты, то есть то, что вот эти воды минеральные и прочие... Ну, мы про это много раз, я даже по воде отдельно лекции читал, да и мы внизу, интересно, у нас был диалог. Да-да-да. То есть, это, конечно, хорошо только потому, что это щёлочь, только лишь этот эффект, но плохо, потому что это будет, соответственно, почки на помойку. Ну, и не только почки, на самом деле там много неприятного. А минералы мы должны получать только живые, в органической форме. Вот так природа уж устроила. И вот как раз в этой связи фукус, как мне представляется, ну, а вы там поподробнее, может быть, поправьте меня, это, ну, одно из тех, вот, действительно, ну, скажем, ну, как назвать, вот, изобретений, ну, понятно, водоросль это водоросль, но вот уже переработанный вот до такой коллоидной формы. Ну, для, это не для хвастарства, но технология позволяет сделать любые вот это съедобное. Но, мы взяли несколько видов фукусов. Например, тот, который основной, из которого мы делаем, он имеет латинское название, аскофилум на дозу, его легче промышленно добывать, он в большом количестве, это важно очень. Конечно, себестоимость. Стоимость, да, источник, воспроизводимый, громадный источник, находящийся в близких, на небольших глубинах, рядышком, растет только на северных морях, это Шотландия, Норвегия, Швеция, это Мурманск, Архангельска и весь север. Ну, да. Это фукусово, ламинариевое южнее растет, а ближе к экватору вообще макрофитов нет водорослей, больших водорослей нет. Это макрофит, большие водоросли нет. Так вот, мы можем сделать любые водоросли съедобными, но оказалось, вот мы берем один вид саргас, саргасом, это тоже фукусовое, семейство фукусовых, но отвратительный какой-то привкус, потому что нельзя, видимо, все-таки не каждая водоросль может стать пищей с точки зрения нашего рецепторов, обоняния и вкусовых привязанностей, есть много неприятного, хотя они все будут съедобными, но с точки зрения состава они все близки, поэтому не надо было особенно перебирать, вязвить в кулокус, который, например, труднодоступен, менее легче, сложнее его перерабатывать, но выбрали самый удобный. Так вот, для справки, только одна компания в Шотландии, там побывали, посмотрели, превращает в сухую дробленую крошку фукуса, а с кофеумом на дозу, кроме пищи, делали, 3000 тонн сухого в год на удобрение и примикса для корма скоту, мелко дробленый. Шикарное удобрение. Да, удобрение и, видимо, перетертое в мелкую пудру, когда клетка, конечно, не разрушена, микронизированные в водоросле, и добавляют в корм скоту. Все это делается, видимо, ради все-таки микроэлементов. Конечно, конечно. Какого там, ну вот этот объем и громадные, 3000 тонн сухого. Да, да, очень много. Если 3000 тонн сухого прекратить по этой технологии в пищу, то мы получаем 30-30 тонн пищевого продукта, витекалоидной системы. Причем его же человеку не нужно столько, сколько общей пищи, понятно, там в день, в неделю. Максимум 100 грамм. 100 грамм в день. То есть, грубо говоря, вообще, я правильно понимаю, что очень неплохая для взрослого человека в средней массе, там 60-70 килограмм, по столовой ложке 3 раза в день. Ну, я сторонник одноразовых пробы. Разово. Ну, это я сторонник. Одни говорят, что хорошо дробно употреблять. Есть даже в медицине понятие. Да, да, да. Дробное применение. В принципе, это... Или есть безредка, рауш-наркоз, это все, с нас уже все, целиком порцию. Будущий химиком, по образованию, я отстаиваю свою точку зрения. Натощак, так утром, двойную дозу, то бишь до 100 грамм. 80-100 грамм, разом, натощак. Натощак, да. Потому что это тогда максимальное, по своему ощущениям, знаю, я употребляю каждый день, что это дает максимальный эффект для микрофлоры. На самом деле мы не себя кормим. Конечно. Сейчас. И этот продукт не нам нужен, а нашему симбиотической системе микрофлоры. У нас в организме работает 2 килограмма, если их взять, сконцентрировать, выделить, это будет 2 килограмма микроорганизмов, грамматная, биохимическая машина. Безусловно. Биохимическая машина, но симбиотическая. Вот. Если у нас не было микрофлоры, а она есть наша родственная, доброкачественная и есть патогенная. Конечно. А врагов хватает. Конечно. А тем более из-за неправильного питания, образ жизни. И микрофлора наша защищает нас от чужой флоры. Это наша армия. И как только армия слабеец... Берут верх патогенные, безусловно. И болезни златентной формы, саратом активно переходят спокойно. И из-за этого, например, патогенные формы, та же кишечная палочка, тоже сейчас знаменитый этот самый Хелихобактер, возбудитель болезни Крона. Это все враги, которые всегда есть. Конечно. Просто организм, когда полностью до такой степени защитная сила ослабевает, что они берут вверх, вот тогда проявляются те, так сказать, проявления, которых не было бы, если бы организм был бы силен и боролся бы с ними, как боролся еще вчера. Он же вчера боролся. Но пища становится слабее, и микроорганизм, она тоже слабее. А постепенный дефицит минералов, он же годами не сразу происходит это. И причем его так трудно связать, вот в медицине, в биологии, с объективными как бы картинами, ну, там шел, упал, там кирпич, гипс, там, грубо говоря, это не так. Это, так сказать, дольше происходит. И не так понятен он для многих врачей, даже и вот в этом в чем беда. Но это абсолютно понятно и логично, если знать биохимию. Ну, то есть, собственно говоря, что минералы, микроэлементы – это необходимейшие вещества для всех биохимически сложных реакций, благодаря которым происходит вот эта вот стабилизация и правильное распределение и протекание процесса. Ну, конечно, это что является пищей, например, да. Вот модные, популярные сейчас на Западе, а с Запада все переходит тут же к нам – это БАДы. Белоргийские охитные добавки. Как правило, что-то изолированное, какие-то молекулы, сумму молекул, до той или иной степени очищенная – это БАДы. Белоргийские хитриды, да. Ну, да, хотя это очень такая широкая группа названий. Там есть, например, та же хлорелла – это тоже БАД, в принципе, но и хлорелла – это хлорелла. Да, это пища. Если это достаточно… Да, да, вот у нас возник спор с инсутом питания, когда мы не давали достаточное количество вкусовых добавок, что водоросли не все воспринимают. Не все вкусно, да, не все. Когда мы добавляем курагу, чернослив, сок малины, сок облепихи, потому что мы этим не портим продукт, мы его улучшаем. Ну, в общем, да. И, по крайней мере, люди, многие, которые не смогли больше становятся употреблять, дети там… Мы даже сделали с какао, это получился фактически нутелла, но не все говорят, нет, какао нам не очень подходит. Корица. Нет, я корицу не хочу. Ассена, максимальная для большинства такой вариант. Поэтому сделали разнообразную вкусовую гамму, когда люди все-таки могут это употребить. Я еще рекомендую, во всяком случае, тем, кто не может просто ложку съесть, но я не могу. Поэтому я рекомендую взбивать миксером в воде, в соке, ну, чтобы ему удобно, в виде коктейля. И тогда я выпил, и никаких проблем. Кстати, их вот четыре вида основных вот сейчас. Гастро, детокс… Гастро, детокс, комплекс. Ну, да. А в комплекс привнесены микроэлементы, которые прошли биологическую систему пивных дрожжей. Это выращенные пивные дрожжи на хромовых… Пекалинат хрома есть такой. В общем, соли, органические соли элементов – это селен, хром и цинк. И вот, потому что количество селено-хрома и цинка в самих водорослях маловато. Они есть, но недостаточно. Поэтому известны, например, там нормы. Ну, вот есть такая книга «Витамины и минералы». Да. Вот толстая книга. Тут есть все нормы. Сколько нужно человеку в сутки того или иного витамина или тех или иных микроэлементов. Поэтому, исходя из этого талмуда, мы добавили 60% суточной нормы хрома, селено и цинка. Тоже… Мы стали в комплексах. Тоже органические. Усилие эффект тоже в органической форме. Все добавить соль, и эффекта не будет никакого. Конечно, конечно. Вот. Поэтому вот такая вот… Кстати, ну, сразу надо пояснить, наверное, то есть о самих дрожжей там ничего, конечно… Это убитые с помощью стерилизованных X-ray рентгеновские лучи. Это стерильные… Это не дрожжи уже. Это дрожжевая масса. Сразу люди, вот некоторые спросят… Астализант дрожжей добавляет. Ну, пивные дрожжи употребляют для медицинской цели. Ну, это употребляют на самом же деле… И в жидко-виде, и сухого. Да, но это все-таки неправильно. Там дрожжи, особенно термофильные вот эти дрожжи, так сказать, про это целые… Нет, тут, наверное, еще кто-то пивных дрожжей. Ага. Те, которые действительно применяются, вот, нефильтрованные пива, там… На самом деле, если пиво плохой продукт, вредный, но продукты метаболизма дрожжей, кроме алкоголя, дают еще… Ну, дают, конечно. Нет, так это и даже я более там, скажу… Есть безалкогольное пиво. Нет, это, ну, там, хмель, если он тоже вреден, тоже гормональная система, конечно, да, то есть женскую, мужскую… Вот тут такой момент, значит, значит, так, про пиво это мы не будем, да, это, так сказать, тема не наша. Интересно. Не будем, да, значит, что касается, вот, значит… Но я задел слово пивные дрожжи. Да, ну, пришлось, да, с вами было другого пути получить эти элементы в органической форме. Нет другого пути. Вот так. А как еще? Потому что это надо брать микроорганизмы и выращивать. Это, ну, не будешь на кишечной палочке выращивать. Нет, ну, понятно, просто есть почва, нет, ну, тот же… Есть пищевые линии дрожжей, которые люди используют. Ну, это мы, опять-таки, говорим о безысходности, потому что почва сейчас, конечно, та, что вот тот же селен, которого, кстати, очень много в бразильском орехе, но, смотря на каких почвах он вырос, в 40 раз может быть различие. Представляете, то есть, вот, ну, что делать, коли такая жизнь сейчас у нас? Вот, то есть, я совершенно согласен. Тогда такой вопрос. Вот некоторые услышали при рентгеновских лучах, люди, большинство сразу… А не опасен ли этот, ну… Нет, 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 нет. Вот поясните, пожалуйста. Ну, это везде применяемый сегодня максимально эффективный способ стерилизации. Все шприцы, все проходят через… Ну, рентгеновские аппараты все знают, проходили эндоскопию и так далее. Для организма, конечно, рентгеновские лучи в больших дозах особенно опасны. Поэтому врач работает с цинцовым алфармом. Безусловно. А когда это направлено на то, чтобы сделать дрожжи не опасными, да, с точки зрения микробиологии, просто привнесенные каким-то образом в процессе и так далее, это стерилизация, то есть рентгеновских лучей там нет. Это был способ воздействия. Это не способ воздействия. Это физический способ. Есть нейтронный поток, но он дорогой. Это не химия. Можно добавить было бы туда, что хлор. Какое-то вещество, да, которое убьет микроорганизм. Есть много веществ, убивающих микроорганизм. Можно термически, но это, так сказать, убьет… Нет, термически убьет все остальное. Все остальное, это свойство. И, безусловно, минералы уже будут совершенно другого грегора в состоянии, да. Это нельзя. Вот. А это состояние просто убивает, разрушает структуру, там, ДНК, прочих грибов. То есть, вот, например… Ну, уже грим, уже сами дрожжи находятся неживые. Неживые. Там нет уже информации тоже. То есть, никакое, что она не может передать. Ну, еще есть такой, понимаете, автолизант дрожжи. Они подвергаются автолизу. Автолизу, да. Они саморастворяются. Саморастворяются. То есть, то, о чем вот уголев как раз, да? Да, да, да. Автолиз или автолиз, да. Автолизат. Да. Поэтому мы применяем автолизат, который еще стерилизуется, чтобы не было привнесенной микрофлорой, которая была получена в процессе производства. Конечно. Так, кстати, наши продукты абсолютно стерильны. Это достигается и культурой производства, и особыми свойствами самого процесса физического, который способен, ну, будем говорить, уничтожить какие-то следы чужой микрофлоры. Культурой производства, которые не нужны нам. Ага. И второе, в самом продукте имеются, ну, вы знаете, например, что бензоиная кислота есть в клюкве. Да. Значит, вообще все консерванты, которые нормальные, выделены из растений. Конечно. Это сорбиновые кислоты, сорбикайсид, это рябина. Да. Все знают прекрасно, что клюквы не сбрашиваются, не перкисают. Брусника. Брусника, конечно. Вот, поэтому мы добавляем туда, не добавляем ничего консервантов продукции нет, есть только свои природные фенольные соединения, которые являются, обладают антимикробными свойствами. А про них наши как раз читатели знают, хорошо. В Украине он тоже антивирусными, антивикробными, иммуномодулятор и так далее. У него столько белокиси. Безусловно, если там десятки видов минералов в составе, ну, то есть, собственно, есть, то как раз организм, испытывавший до того дефицит, и потому это была одна из основных первопричин, так сказать, многих дисфункций там и недостаточной деятельности гормональной и прочей системы, то тут как раз, когда начинает организм питаться этими недостающими, да, вчерающими веществами, ну, собственно, я должен сказать, что это не пилюля. Нет, конечно, по нации это нет. Нет, здесь это пища, функциональное питание, ну, имеется статус лечебно-профилактического, что мы проводим клинические испытания на конкретных больных людях, на схеме, которая разработана, там, имеется протокол испытаний, имеются методы анализа и так далее. Мы добиваемся получения объективной информации, что происходит с человеческим организмом. Но мы уже понимаем сейчас, что процесс длительный. Это не два дня, не недели, не три, не там месяц мало. Когда делали испытания в лаборатории как раз на кафедре Уголева, о котором мне упоминали, у него ученик завкафедры, это и в портрет Уголева усит, над столом, профессуры там много, у которых школа Уголева, то на предмет диеты для людей, страдающих целиакии, это заболевание, которое не усваивает гликовину, глютен. Они сидеть вынуждены в особой диете, они не могут есть зерновые, не могут хлеб есть и так далее. У них с микрофлорой очень плохая ситуация. Вот на них проверяли, будет научная статья, научная работа, где показано объективно, что да, происходит. Но вот я начал это говорить только по той причине, что это, я знаю только одно сильно действующее лекарство, состояние стекали. Там эффект сразу виден, и все, есть эффект биологический. А вот когда пищевой продукт, содержащий, состоящий из очень важных элементов, это длительный процесс восстановления системы. Машина сломана. Конечно. Она хромает. И наш человек идет лечиться только когда он заболел. Да, когда... Он профилактик забыл. Ну, клюнул, поехали. Клюнул, да. Поэтому постепенно менталитет просвещенных более людей сдвигается в сторону профилактики, которая была, профилактическая медицина была раньше. Конечно, конечно. Сейчас ее нет. Но с другой стороны, сам человек должен подумать о том, где найти профилактические средства. Если бы он еще знал. Ну, не знает, но... Да и не было их особенно, этих средств профилактических. Ну, аспирин, он является профилактикой. Но аспирин тоже, кстати, синтетически, но он вылилён с природы. Аспирин... Изначально все, в принципе, было подмечено и взято из природы. И только лишь потом человек заменил это вот как... Синтетики. Да, конечно. Что-ли, витамин С весь синтетический. Это вообще... А то, что это оптический замер D и L, один работает, другой, нет. Это... Совершенно правильно. Там масса всех проблем. Совершенно верно. Природный гарантированно дает вам то, что нужно. Именно так. Потому что, конечно, ну, совершенно правильно, да. А синтетика, она только дает смесь. А там по химии и химии, называется Рацима. Это все уже здравомыслящие люди, в принципе, конечно, понимают. Потому что просто это законы здравосмысла и природы. Что природой то, что дано в любом случае, если это, конечно, адекватно виду нашему питание, это полезно. А то, что синтетически получено, где уже совершенно изменена, там может быть конфигурация. Определки, не лево вращающий замер, а право вращающий, да, и так далее, и там прочее. Но это оптическое замерие. А если замерие, вообще в природе работает изомер. Да. И очень, например, это из химии. Все, кто слушатели, они наверняка хотя бы курс средней школы прошли. Конечно, многие у нас очень даже. Но если вот, например, наглядно посмотреть, например, вот какая-то функциональная группа, вот остается в таком положении. Это один продукт. Одна группа, все равно все. Если она поворачивается вот так, то это свойство даже другие меняется. Это все известно. Конечно. Это стереохимия положения. Вот. А оптическое замерие – это правая и левая рука. Да. Попробуйте наложите руку. Значит, это вообще, на самом деле, для стереохимии один из самых сложных предметов химии для понимания. Еще там кресло, ванна, там, это конфигурация еще понятная. А оптическая вообще, честно говоря, даже я с трудом вспомнил. В науке еще много чего есть. То, что, так сказать, мы, да, то, что в природе-то вроде просто все, а мы вот пытаемся. Но в природе работает только оптический изомер. Вот так. А вот скажите, пожалуйста, насчет, вот мы с вами интересную тему внизу затронули, насчет вообще минералов. И помните насчет примера того классического с чайником, когда мы видим осадок, мы видим, что минералы изменили. Да, накип. Что это? Это минералы. Они были в каком-то состоянии. Они его… Растворенные. Конечно, растворенные в воде. И тут это стал будто нерастворимый осадок, который уже будет, чтобы не просто балластом для организма, человек это, так сказать, потребляет, но еще в процессе полуосадка, ну, понимаете, пока не дождался, выпил кипятка. В основном проскакивает, слава богу. Да, но… Но что-то оседать можно. Конечно. И вот… Это, в общем, пущено очень неблагоприятный город по воде. Здесь 250 миллиграмм на литр кальция и 48 магния. Жесткая вода. Жесткая вода. Я всем говорю, пить ее нельзя. Конечно. А раньше, когда центр создавали, при советской власти, в каждой лаборатории стоял чайник. Так. На нем был в два слоя накипь. Вот так вот. Это… Естественно. Ну, его же не меняли, чайники были дефицит. Да. Значит, накипь. Накипь. Вот я пью только дистиллированную. Правильно. Ну, это… Но другие говорят, обымываются металлы. Да. Я его не дам. Вот, пожалуйста, поставляйте все минералы с пищей. С пищей надо поставлять. А коль уж вода из двух зол, извините меня, у нас не какое-нибудь там озеро Таймыра или что-нибудь такое. Мы… Что есть, то есть. А эта вода… Самая хорошая вода – это вовсе весеннее, талая. Спринг. Ну… Талая вода из снега. Ну да, поскольку, во-первых, она мягкая, во-вторых, значит, она уже деструктурирована от плохой негативной информации. Она… Ну, и мы понимаем, о чем гэр, то есть, по воде, это… Давно-давно я летел на самолете американском. И нам подали воду в металлической банке. А тем временам мне ни пластиковый, ни стеклянных мутылок, и там было написано «Весенняя вода» – «Спринг-Горжа», «Весенняя вода». В голову не приходило. В начале девяностых годов один высокопоставленный человек задал мне вопрос «Вот что вы считаете самым будет востребованным на рынке, ну, массово востребованным на рынке?» Я говорю «Вода». Он говорит «Да что мы до этого не сживем?» Ну, во-первых, вода стала покупной. Это да, во-первых. Водный бизнес сегодня дороже нефтяного в мире, но если, например, глупостей хватает непомерное количество, когда в Америке на Аляске продают французскую воду. Да это идиотизм. Это своя уникальная вода. У них своя вода. Из-за воды будут воины, это однозначно. И вода, через пять лет она оказалась самой востребованной, но все эти насадки, все эти приспособления, они не решают проблемы. Конечно. Это надо либо очень серьезное соответствующее оборудование, которое, конечно, да. Либо, ну да. И тогда расскажите, пожалуйста, сейчас, так сказать, завершение, то есть прямо вот по четырем видам, для каких групп людей, чтобы вы советовали все-таки побольше или тут все-таки это условное разделение? Это условное. Нет, ну комплекс на самом деле, наверное, наиболее эффективный. Комплекс. Комплекс, да. Но по вкусовым, если мы говорим детокс, то мы туда добавили компоненты, которые являют нужны экстракт овса, например. Экстракт овса. Да. Очень хорошая штука. Очень полезная. Экстракт имбиря. Да. Экстракт. 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 И поэтому это не кипячение. Это невысокая температура. Это не выше 60 градусов. Разогрев-то происходит за счет трения. Конечно, конечно, конечно. Но мы охлаждаем, естественно. Даже при красе растения. И именно поэтому это работает. А лед даже. Да, да, да. Чтобы не было выше 20 на стаах первичного разрушения. А особенно, если вы используете элитарокок К Foreignb, так-так-так-так-дри, как дерево. Поэтому там высокая температура. И высокая температура при трении. Конечно. Конечно. Поэтому если добавить, со стенок вы не охладите. Так. Когда объем 500 литров, например, то только охладить можно в объеме, а в объеме только льдом. Ведь у вас, я так понял, вы создали еще, ну как сказать, оборудование, да, вот уникальное? Да, оборудование штучного изготовления сделано в России. Так, то есть именно благодаря, ну конечно, вот этому оборудованию теперь технологически стало возможным делать именно живой продукт, да, создавать? Потому что я так ведь знаю, над этим ученые давно бились и не смогли создать именно живой продукт. Да, все дело естественного в железе, я называю это аппаратом. А в аппарате? Два аппарата. Один очень важный, потому что водоросли, с одной стороны, что внутри, в клетках, все полезно. Так. Живая система не воспринимает кадмий, ртуть, мышьяк и так далее. Но в морской воде, хотите вы не хотите, полно кадмия, мышьяка и ртути. Так. Поэтому слизь, которая на поверхности водорослей, она естественным образом сорбирует тяжелые металлы. И не тактичные, никуда не денешься. Конечно, ну конечно. И поэтому отмыть их тоже проблема. Так. Обыкновенным полосканием, какими-то пассивными методами не сделано. Потому что есть железяка, как я называю, есть аппарат, который позволяет снять все до нуля. Так. Очистить поверхность, снять слизь. Он оставляет только клетку. Только поверхность, поверхность водорослей, которая, клетка-то внутри находится. Внутри, да. Это, ну, водоросли, это, это ткань. Это ткань, которая стоит в миллиардах клеток, безусловно. Есть каркасные вещи, типа волокон, червелозы, кричат, и так далее. Поэтому это тоже не слабая, сложная система. Сложно, это очень сложная. Но, да, кстати, еще на поверхности куча микроорганизмов сидит. Безусловно. И это же все симбиотические системы, конечно. Тысячами, они живут там. Да. Вот, но им, видимо, кадмий, ртузь и мышьяк не очень мешают, они живут. Вот поэтому надо очистить, промыть. Это тоже часть технологии. И когда, дальше, когда мы получаем конечный продукт, он обязательно подвергается испытанию на безопасность. Есть лаборатория в Пущино, прекрасная, частная лаборатория, кстати. Кстати, вы говорили, что сейчас существуют технологии, когда буквально засчитанные какие-то, да, там... Ну, во всяком случае, экспресс-анализы современные, например, содержание элементов делаются за, буквально при обработке, можно получить полный спектр микроэлементов с одного волоса. Вот, ну да. С кусочком ногтя. Да, да. Это масса спектрометрии, когда прибор чувствует один йод. И вот вы мне показывали на компьютере буквально, что сырье изначально, но есть содержание, например, йода такое-то, а на выходе в продукте, да? Да, это можно даже, да, либо показать, либо просто даже, да, просто даже сказать, что же это вообще значит и как так получается. То есть... Убрал микроэлементы. Были? Ну, неважно. Да, можно по памяти просто. Значит... Ну, во всяком случае, мы видим полную картину по содержанию микроэлементов на грамм сухого продукта. Потому что сначала, чтобы определить, выслушивая, конечно, тем или иным способом, как правило, мягким, с помощью сублимации в вакууме, выслушивается определение, сколько там микроэлементов на грамм. Так вот, наш продукт по анализам, английским анализам, который в Англии, в одном из университетов, рекордсмен по содержанию натрия, кальция, калия, магния и железа. Нет ничего подобного. Только сыр-чеддер приближается по кальцию. Ну, 100 грамм сыра-чеддера каждый день. Ну, нет, во-первых, сыра, там есть еще белок-казин, про который мы говорили, еще в концентрированном виде. В таком виде. А по натрию, по калию и магнию ничего близкого нет. То есть, это фактически фокус, это некая такая, ну, назовем так, желеобразная масса, концентрат живых органических минералов, которые фактически... Минералы не бывают органическими. Минералы в органической форме. В органической форме, разумеется. Они сидящие на какой-то молекуле из природы. Откуда взялось название органической химии? От природы. Ну, конечно. От органики. Естественно. Первые алхимики что делали? Они брали все, что под руку попадалось, и обрабатывали, прежде всего, растения. Безусловно. И все экстракции производились. Делали какие-то манипуляции. В 2013 году выделили фукоидан, чтобы испытывали все на экстракцию, выделение и так далее, природное. Конечно, конечно. А синтетические вещи появились гораздо позже. Ну, естественно. Это так же, как с маслом чайного дерева, которое мощнейший антисептик, а его потом уже антибиотиками, а им же и раны обрабатывали и так далее, и не было сепсисов и так далее. В природе есть все. Просто мы забыли, не помним или просто не можем взять. А что касается фукуса, то есть, по большому счету, конечно, ну, я тоже так говорил, в принципе, это логично, что вот это базис, то есть, основной, как он там правильно на его... Ну, будем говорить, так сказать, базовая основа. Основа, основа. Нам, например, основа хлеба булочных изделий, что мука. Ну, да, да. Что это? Зерновые, да? Есть рожки, есть фриницы и так далее. Поэтому можно рассмотреть фукус как основу, как базис для создания целого спектра продуктов. Это могут быть и десерты, это могут быть приправы, это могут быть вот то, что мы сделали, это желеобразные продукты для того, чтобы съесть. И наполнить их можно чем угодно. Безусловно. Нет, поэтому я и говорю, что тоже сток, который с курагой и прочее. Да, это вкусовые вещи, но курага сама по себе полезна. Ну, естественно, там, да. То есть, это, ну, особенно люди-сердечники, там больше калия, калия. Калия у нас и так вот. Нет, и так много, вот я и хочу сказать, но тем не менее, вот там еще больше. То есть, это как бы... А рекордсмен по кремнию топинамбур. Да, вот так вот. Ну, и поэтому, соответственно, то есть, любой, в принципе, фукус можно потреблять. Даже, вот я хочу сразу сказать, да, вот нашим зрителям, что даже тот, который написан для наружного применения, это просто написан так, ну, я уже объяснял, потому что так положено. Может, есть никакие проблемы. Вот я и говорю, что это внутреннего потребления и наружного. Это та основа, с которой сделаешь все остальные продукты. Вот именно основа. То есть, а поскольку основа, ну, просто чистый, вроде как, подождь для кожи тоже маски можно наносить и так далее. Ну, во всяком случае, съесть его какому-то человеку сложнее. Сложнее просто из-за вкуса. И за вкуса. И за вкуса. Только из-за вкуса. Только вкусовые. Некоторые люди, да мне плевать на вкус, мне вот чем вот вообще подчет. Вот все разные. Разные люди. Если бы все были одинаковые. Конечно. То есть, нет, дальше просто... Едель на одного цвета машины. Ну, да. Я же, что просто люди правильно поняли, что любой из них будет полезен, любой будет содержать вот этот набор минералов, но чуть в большей-меньшей степени из-за набора других компонентов. Но базис, это вот самая основа, основа так называемая. Это то, что может любой человек есть без всяких... Без проблем. Вот. Хорошо, ваши рекомендации, что утром... Ну, это моя... Это ваша. Прежде скажут, конечно, три раза. Да, кто-то... Два раза в день. Утром и вечером. Причем есть определенные болезни, при которых действительно лучше, значит, усвоение идет хуже и быстро, в общем, там надо действительно... Или каждый человек сам себе поймет, как ему лучше. Это правда. То есть, каждый единственный болезнь. Но эффект этого продукта пищевого – это самочувствие. Например, меньше там-то болит. Ну, это лучше ощущаешь, ну, в общем, коформу. Ну, конечно, это да. Вот, скажите, вот, то есть банка полкило. Вот, в принципе, это, ну, на 5-7 дней, да, вот, в идеале. Ну, я считаю, что в идеале надо, чтобы человек съедал минимум 3 банки, а то 4 в месяц. 3-4 банки в месяц. Иначе нет эффекта. Конечно. Почему? Потому что есть принцип необходимого и достаточного. Конечно. Я всегда привожу только один пример – с алкоголем. Это, конечно, почему? Потому что, ну, вы заправили алкоголь, все все знают. Ну. Значит, в кефире есть алкоголь. Да, конечно. Но напиться им нельзя. Концентрация низкая. В общем, да. Но стать алкоголиком ребенку можно. Алкоголиком ребенку. Ребенку, да. Но я говорю, в принципе, получить, опьянение, опьянение. Ну, так как, как, ну, это понятно, что… Значит, эффекта алкоголя на опьянение от кефира нет. Да, по крайней мере. А если идут в трубочку, это, ну, алкотестер есть. Да, да. Чувствительный очень. Да, конечно. Есть пока, ну, естественно. И квас тут же дает эффект. Если он алкогольный, да, безусловно. Конечно. Вот, это понятно. Ну, в общем… Поэтому нужно определенное количество любого вещества, чтобы достичь какого-то эффекта. Да потом, безусловно, обменные процессы, они же не по щелчку, по волшебной палочке. Моментально, значит, все, поступил элемент и все хорошо. Должны… дефициты восполнения может идти долго и перестраивается организм, так сказать. То есть, короче говоря, рекомендация ваша все-таки, какая, месяца два по-хорошему, хотя вот подряд пропить? Считаю всю жизнь. Нет, ну, это… Идеально, каждый день. Это идеально. Ну, понятно, что… Ну, это, понимаете, это не лекарственное средство, не лечебное. Это питание. Это питание. Поэтому хотя бы его нужно, либо с регулярностью употреблять хотя бы, ну, банку две хотя бы в месяц. Ну, грубо говоря, можно сделать так, как я понимаю. Вот, смотрите, например, месяц человек, ну, если у него… Каждый день… Если болен интенсивно, это понятно. Кстати, если болен, увеличить дозу. Дозу нельзя… Нет, с точки зрения, я вам скажу, какой, непонимание сегодня количества йода. Ага. Нам определил суд питания. Понял, вот в этом смысле. Дозу йода доступную – это 100 грамм. Ага. Конечно, конечно. Поэтому, например, американцы применяют лечебные дозы микроэлементов того же Селена в 2-3 раза больше, чем норма обычного потребления. На самом деле, при… там, если онкология у кого, можно там и в 10 раз больше, идут очень хорошие эффекты Селена там, и больше там. Ну, мы сейчас ведём исследования, будут проводиться в Германии испытания нашего продукта на предмет профилактики рака прямой кишки. Но там будут смотреть уже на дозы. Вот. Количество. Серьёзное будет уже очень. Ну, серьёзное исследование будет. Кстати, в Германии, в Англии, я знаю, да, у вас… В Англии мы поставляем. Поставляем. То есть, англичане поняли. Они ведь не просто так стали брать. Ну, то есть, что, все сразу понять не волнует. Конечно, нет. Ну, то есть… Понимаете, какая-то группа людей. Как правило, это больные люди. Больные люди. Потому что здоровым пока не думают. Ну, понятно. Это или люди, которые уже получили проблемы. Вот эти люди откликаются, потому что, например, лекарства не помогают. Да. А дай бог, зуб поможет. Ну, на всякое дело. Поверил информацию. Ну, конечно, да. В то, что написано на сайте. Поверил тому, что сказал другой. Сарафанное радио распространяет достоверность информации. Потому что, если продукт не дает эффекта, не работает, то человек не будет его рекомендовать другому, ничего рассказывать не будет. Ну, и там, я так понял, люди просто, которые уже как за последнюю, ну, решили попробовать, в общем, да, они получили эффект. Потом стали, видимо, знакомые появились какие-то этих людей. Ну, вот там был пример такой интересный. Одна женщина в возрасте, ну, где-то под 76 лет, по-моему, Она, там стоит приличные деньги этот продукт, пока мы поставляем, пока там на пошлины, там, для заработок, того, другого. Да, да, да. Это цена высокая. Она купила, там, 4 банки, съела, эффекта нет. Но она, кажется, настырная очень. Так. Она второй месяц съедает 4 банки, эффекта нет. Возраст, запущенная из болезней и так далее. И, по-моему, на четвертый месяц она получила эффект. Получила. Об этом написала. Поэтому у нее хватило терпения, что симптомы не пропадали. Улучшения явно были, поэтому она бы не продолжала. Да. Тут есть, видимо, это. Такой же пример у нас есть в Финляндии, в Испании и так далее. Когда болезнь, чтобы была десятилетие, это запущенное заболевание, и лекарственные средства не помогают, то оказалось, вот почему мы ищем доказательную базу. Одно дело, сказать, что тебе помогло, это одно. Ну, конечно. А другое дело, получить результаты, обоснованные научно, с анализами. Но в то же время, видимо, лучший критерий – это самочувствие человека. Ну, это естественно. Главное здесь есть не просто логика. Я, как, например, вот если сделать завершение, вывод такой, почему, собственно, вернуться надо к самому началу. Почему я лично, например, заинтересовался и стал активно сейчас, в хорошем, правильном понимании этого слова, пропагандировать, это действительно такой уникальный продукт. А почему он уникален? Именно всё тут воедино и связывается. Потому что для нашей жизни, итог есть так подвести, в нашей жизни, для нашего здоровья, это понятно, мы то, что мы едим. Из этого складывается наш организм, он, так сказать, меняется, обновляется. Но если дефицит определённых важных микроэлементов постепенно накапливается, то тогда иммунитет ослабевает, тогда возникают очень серьёзные заболевания, обменные, эндокринные и прочее, и это болезнь всего организма. Наряду с другими факторами, разумеется, прочими, влияющими на наш с вами здоровье. Но питание основное. И в питании главное незаменимое – это не белки, потому что мы говорили с вами о аминогике. Там есть три способа белков синтеза. Но вот не витамины даже, потому что если привести организм в порядок, и витамины синтезируются под кишечной микрофлорой, что доказано давно. Но главное – это минералы. Потому что как ты не колдуй, если ты это или принял с пищей, или ты не принял. Или нет. А мы сейчас не можем принять, потому что почва наша высосана давно. И вот поэтому этот вариант – это, пожалуй, в современной жизни, к сожалению, но он единственный. Ну, есть, конечно, ещё какие-то, но из того, что простого открыл, взял, съел, вот как обыватель, я уже говорю, это простой способ. Только не лениться, открыл холодильник, взял, съел. Значит, если у человека нет возможности, я так считаю, хотя бы вот месяц курс взрослый человек сделал, 4 банки съел, да? Ну, хотя бы 4 раза в год так повторить, грубо говоря. То есть, грубо говоря, но я с вами совершенно согласен, поскольку это не какие-то, я уж не говорю, там антибиотики, это не какие-то, это пища, это часть пищи. Это можно расценивать. Я говорю так, если, например, даже говорит о цене вопроса, о цене продукта. Да. Когда я смотрю на счёт в ресторане. Слушайте, вот именно, вот именно. И не только. 2-3 тысячи человек платит за то, что гробит своё здоровье. Вот именно, из неизвестно чего, какими руками, что туда добавили и откуда это взяли. И тем не менее, хоть более того, что есть магазины, есть, ну, понятно, не все туда ходят, но такие дорогие сети, не будем называть, где-то человек оставляет и 30 тысяч за раз, и больше, и мы это видели. И съедает какую-нибудь там банку икры, которая там, ну, в общем, не будем говорить, там формальдегид, всё, что угодно, там, ладно, даже не про это речь, белки концентрированные животные, да, но, так сказать, это стоит в разы больше, чем фукус. А это, извините меня, действительно, возможность изменить своё здоровье объективно. Ну, по этой связи тогда я, что, наверное, мы на этом такой вот интересной сегодняшнюю беседу закончим. Жаль, мы, конечно, записывали, дорогие друзья, у нас вообще была интересная, сначала часа на два, на три беседы, вот это вот мы наверху в лаборатории сейчас, вот вы видите, а мы внизу, значит, вот общались. Ну, я не как ты планировал съёмки? Да, 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 это я уже сказал, что, вы знаете, я так хочу, чтобы наши зрители просто, ну, от первых, от первого лица, так сказать, услышали действительно об этом продукте, я вот специально и приехал, чтобы нам, во-первых, встретиться, пообщаться и в том числе записать для наших зрителей, потому что информации много, она разная, разная, люди, наши, по крайней мере, зрители моего канала, они хотят, ну, как любой нормальный человек, они пытливые ума люди, они хотят быть здоровыми, но они хотят понять, почему и что, чтобы знали то, что они делают не на веру, а понимали, и именно понимание здесь, конечно, есть, у меня оно полное, я сам потребляю детям своим, даю и буду давать, несмотря на то, что я выращиваю органические продукты, да, я знаю, как сделать почву, вернуть её в то уникальное состояние, то есть, когда я на эту тему читаю лекции специально по органическому, как восстановить плодородие, но не просто по количеству выращенного ржа, а по составу минеральному, но это процесс трудоёмкий, и не каждый это может сделать, а многие живут в городах, они говорят, я бы с радостью, ну, как я изменив сейчас свою жизнь, но жить-то хочется сейчас и нужно жить, и это в нашей жизни, ну, действительно, конечно, панацеи нет, но это одно из звеньев, то есть, это тот компонент питания, который сделает его более полноценным, причём очень сильно более полноценным, я так мягко говоря, это я уже так скромно и мягко, потому что минералы – это основная наша пища, на самом деле незаменимая, всё остальное мы заменим, а там не только минералы, кстати, содержатся, поэтому, да, но этого уже не будет. Ну вот. Там пищевые волокна, так называемые. – Для микрофлоры. – Для микрофлоры боли, так он ещё и сорбент, правильно? – Да, скидки хорошие. – Поэтому, да, поэтому тут и токсины будут выводиться из организма, вот. – И тяжёлый металл. – И тяжёлый металл, поэтому мы убиваем грубые трёх зайцев, по большому счёту, насыщаем минералами. – И одного медведя. – И ещё медведя, да, можно так сказать. Ну что, и что здесь, но тогда я вас хочу поблагодарить за такую интересную, важную встречу, значит, я думаю, нашим зрителям тоже было очень интересно, и, ну, кто знает, может быть, мы что-нибудь ещё потом, будут интересные новые, вот мы с вами поговорили, какие-то ещё разработки, может, совместные что-то мы придумаем, то есть, такой новый продукт какой-то там, ну, есть задумки. – Ну, линейка бесконечно. – Линейка, да, то есть, основа интересна, важна, а теперь можно, так сказать, на этой основе действительно сделать, например, с той же расторопшей, но не будем забегать. – Да-да-да, протектор, наимощнейший сел, знают наши люди, что такое расторопшая, а почему бы нет совместить? Подумаем об этом, вот, ну, я вас хочу поблагодарить за интересную беседу, ну, и я надеюсь, нашим зрителям тоже очень понравилось, и, ну, пару слов, может быть, в завершении так скажете, может быть, какое-то там пожелание. – Пожелание, пожелание, пожелание. – Да, почему бы нет? – Будьте здоровы. – Да, ну, а может быть, вот именно, что ещё можно сказать, действительно, это хорошее пожелание, простое. – Всегда была такая… – Избитая фраза вроде бы. – Фраза, да, избитая, она говорит, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. – Ну, это тоже, в общем-то, логично. Так что, действительно, ну, я тоже хочу пожелать завершения просто здравомыслия, научиться анализировать и критически мыслить, ну, значит, и, соответственно, здоровье, как уже приложение к здравомыслию и изменению своего образа жизни, питания, мышления, обязательно приложится и здоровье тогда. Вот, ну, вот, насти мы, как говорится, раскланиваясь с нашими зрителями. Всего самого лучшего. – До свидания. – До свидания. – Да, очень важные моменты, дорогие друзья, что мы, как сказать, не сказали. То есть, те компоненты, которые, например, там, курага использовали, чернослив, во-первых, они там без диоксида серы, без всякой гадости, они не обработаны. Это вот просто мы не сказали, я вышел сейчас еще пока в лабораторию. И вот корица та же, идет она в некоторые виды фокуса, так вот она – это корица, понимаете? Это как когда я делаю, вот вы знаете, хренодерку с кемали, я говорю, у меня там мускатный орех, это не порошок, который уже окислен там и так далее, а это действительно вот мы его сами размалываем перед добавлением непосредственно. Вот, поэтому вот здесь подход, вот это очень важно мне было вам показать, тоже рассказать аналогично моему. И вообще вот мы и поговорили, что называется, бывает такое выражение, знаете, родственные души. Вот тут в этом плане мы также в Слава Васильевича тоже нашли. Тут поговорили о биологии, о биохимии, о нюансах, о вот этих животных белках, обо всем. В принципе, знаете, очень меня жаль, что эту беседу мы, конечно, не записали, но это вначале, знаете, только познакомились сразу, так сказать, нельзя, ну, неприлично, значит, записывать. А так вообще очень, конечно, интересно было. Ну, я думаю, будут еще, я думаю, не один раз встречи, и тогда, так сказать, вы тоже узнаете что-то много интересного. Все, всего хорошего.